Киновселенная Марвел стала намного более обширной, крутой и даже намного более странной во всех отношениях. Капитану Марвел удалось рассказать большую историю в забавном и динамичном приключении, которое создаёт отличную предпосылку для Мстителей Финал. Но здесь было очень много деталей, так что в целом он мог показаться сложным некоторым зрителям. Но мы разложим всё по полочкам и объясним сюжет фильма Капитан Марвел со скоростью фотонного бластера и докопаемся до значения концовки, и очевидно, что дикие спойлеры. Действие Капитана Марвел начинается на Хэле, на родном мире Кри. Зрители знакомят с главной героиней, которую зовут Верс, и она – член команды Звёздная Сила, и ей часто снятся кошмары. На кадрах с тренировками с наставником и командиром Йон Рогом мы узнаем, что Верс учится подавлять свои эмоции, переставать задавать вопросы о загадочном прошлом и бороться без помощи суперспособностей. Но Верс очень плохо подавляет эмоции, и ей нравится использовать свои горячие руки, поэтому после слишком сильной фотонной вспышки она отправляется к Верховному Разуму, к искусственному интеллекту, лидеру Кри. Высший Разум является каждому в разной форме, и в случае Верс он выглядит как таинственная женщина из её кошмаров. И это хорошо, потому что Высший Разум в своей истинной форме весьма уродлив. – Хорошо. Я сделала барф, но кто-то скажет мне, что это такое? Вскоре Верс, Йон Рог и остальные члены Звёздные силы отправляются на миссию по спасению тайного оперативника Кри. Но это оказывается засадой Скруллов, и Верс попадает в плен, где её допрашивают с помощью машины сканирования сознания. И здесь нам быстро и удобно показывают скрытые воспоминания Верс о прошлой жизни в качестве пилота ВВС на Земле. Используя невероятную силу воли, она сбегает из плена, взрывает корабль Скруллов и спускается на Землю в спасательной капсуле. Отряд Скруллов во главе с парнем по имени Талос тоже успел спастись с корабля. Их миссия – найти спрятанный сверхсветовой двигатель, разработанный ученым доктором Венди Лоусон. Капсула Верс разваливается в атмосфере, и она падает прямо в магазин видеопроката Blockbuster, таким образом застряв на Земле без транспорта. Поэтому она с помощью своих инопланетных знаний звонит своим коллегам из Звёздной силы и говорит, что идёт за Скрулллами. Вскоре после этого она встречается с местными правоохранительными органами и федералами в лице Ника Фьюри, агента Щита. Пока Фьюри и его новичок-партнёр-агент Фил Колсон собираются арестовать её за дыру в магазине, она рассказывает о своём инопланетном происхождении, и тут на неё нападает снайпер Скрулл, которого она начинает преследовать. Фьюри и Колсон тоже стараются не отставать, но быстро выясняется, что это вовсе не Колсон, а Скрулл, которому жить осталось недолго. Как только заканчивается погоня, Верс начинает искать ответы в недавно разблокированных воспоминаниях, а Фьюри присоединяется к ней в её стремлении выяснить местонахождение двигателя доктора Лоусон. Тем временем в Щит проникает как минимум один оперативник Скруллов – Талос, который выдает себя за босса Фьюри, агента Келлера. Фьюри и Верс идут по следу Проекта Пегас, чтобы узнать о работе Лоусон. Там они встречают её кота по кличке Гуся, фото Верс, которая садится в истребитель, и, само собой, Скруллов. После замеса Верс и Фьюри крадут экспериментальный летательный аппарат и отправляются в Луизиану, где надеются получить больше ответов о прошлой жизни Верс от Марии Рамбо. Она последняя видела Лоусон и Верс живыми. Воссоединение с Марией Рамбо и её дочерью Моникой было трогательным – Верс узнаёт своё настоящее имя – Кэрол Денверс. Она была лётчиком-испытателем, который предположительно погиб 6 лет назад после полёта на разработанном Лоусон самолёте. Но даже несмотря на то, что Рамбо заполняет некоторые пробелы в прошлом Денверс, Кэрол всё равно не может вспомнить всего о своём прошлом. Её воспоминания обрываются лишь кадрами о различных неудачах, таких как падение с картинга или с канатов во время тренировок в учебке. И пока герои предаются воспоминаниям, в дом проникает Талос и ещё один Скрул. Только на этот раз вместо угроз Талос предлагает перемирие и включает последнюю аудиозапись Денверс. Вот тогда-то мы и узнаём правду – Денверс и Лоусон были сбиты космическим кораблём Кри, за штурвалом которого сидел никто иной, как Йон Рок. Он убил Лоусон. Выясняется, что она была секретным оперативником Кри по имени Марвел, который переметнулся на другую сторону, а её экспериментальный проект должен был мирным путём положить конец войне Кри и Скруллов. Денверс понимает, что она боролась не за тот лагерь, а Кри стёрли её воспоминания, похитив её с Земли после того, как она приобрела силы из-за просьбы Марвел взорвать экспериментальный двигатель. Он не должен был попасть в руки Йон Рога. Денверс и Скруллы заключают перемирие и улетают, чтобы найти источник энергии Марвел, прежде чем до него доберутся Кри. На борту космической лаборатории Марвел Денверс, Фьюри, Ромбо, Талос и Гуся находят её источник энергии – Тессеракт, также известный как Камень пространства. Но в её тайной лаборатории было кое-что не менее важное – семья Талоса и группа других беженцев Скруллов. Они жили там в течение последних шести лет, но радость воссоединения омрачается прибытием Йон Рога и Звёздной Силы. Денверс хватают и насильно подключают к Высшему Разуму, который насмехается над ней, говоря, что быть человеком – это отстой – непродуманный ход. Денверс ментально противится Высшему Разуму и освобождается от контролирующего её силы устройства. Тем временем Фьюри и Талос относительно легко избавляются от воинов Кри и сбегают из лаборатории. При этом Гуся показывает свою истинную сущность, повергая зрителей в истерический шок. Это Флеркин – инопланетянин, который выглядит как кот, который способен проглотить всё что угодно с помощью щупалец, растущих из его рта. Тессеракт спрятан в безопасности у него в животе, а команда покидает лабораторию, возвращаясь на Землю. Денверс, теперь более могущественная, чем когда-либо, дерётся со Звёздной силой, нейтрализует Йон Рога и взрывает кучу ракет, запущенных Ронаном обвинителем. Кри покидают Землю, а Денверс помогает беженцам Скруллам найти новый дом в попытке завершить войну Кри против Скруллов. Она прощается с Землёй и оставляет Фьюри прокачанный пейджер, который можно использовать только в безвыходных случаях. Наконец, в сцене после титров мы видим её возвращение на Землю 20 лет спустя, когда активированный пейджер уже находится в штаб-квартире Мстителей. Итак, теперь, когда мы вспомнили все важные детали сюжета, давайте разберёмся, что в них кроется. В начале фильма Йон Рог говорит Денверс, что ей нужно контролировать свои эмоции и свои способности. Он говорит ей, что она должна быть лучшей версией самой себя, но только по его стандартам. Но в воспоминаниях о её прошлом мы видим, как все вокруг говорят Денверс, что она должна делать и чего она не сможет. Ей нужно сбросить скорость на карте, ей нужно бросить учебку, а она должна признать, что самолёты для мужчин. И во время её последней конфронтации с Высшим разумом она должна признать, что без крови Кри она всего лишь человек и этого недостаточно для успеха. Естественно, Денверс понимает, что все были неправы. То, что она женщина, не мешало ей быть отличным пилотом, а её человеческие эмоции помогли ей победить всю звёздную силу в одиночку. И если вы не уловили эту основную суть фильма к этому времени, то песня No Doubt – Я просто девушка, I'm just a girl, которая играла во время сцены драки со звёздной силой, недвусмысленно на это намекает. И, наконец, открыв и приняв своё человеческое Я, Денверс обнаруживает, что она может даже летать, и ей не нужен ни самолёт, ни космический корабль. Короче говоря, конец фильма доказывает, что вы не должны никому позволять говорить вам, что вам нужно бороться против своей натуры, чтобы стать лучшей версией самого себя. В этом случае вы перестанете быть самим собой. Шесть камней бесконечности появились в 21-ом фильме Марвел, так что не каждый сможет вспомнить на ходу полную историю хотя бы одного из них. Короче, вы точно были не единственными, кто замешкался, увидев на экране Тессеракт, который лежал в секретной лаборатории Марвел в космосе. В последний раз, когда мы видели этот камень, он уже был в Перчатке бесконечности у Таноса, который забрал его у Локи в самом начале Войны бесконечности. А до этого он сыграл важную роль в фильмах Первый Мститель и Мстители. Так как же он оказался у Марвел, что привело к тому, что его съел милый котик? Для тех, кто не помнит, Тессеракт отправил Красного Черепа в космос в конце Первого Мстителя. Потом Говард Старк нашел Тессеракт на дне океана, пока искал потерянного Стива Роджерса, и, в конце концов, камень был передан Щиту на хранение. В следующий раз Тессеракт появился в фильме Мстители. Локи ворвался в штаб-квартиру Щита, чтобы его украсть. Его появление в Капитане Марвел заполняет некоторые пробелы в плане важности Тессеракта в формировании будущего киновселенной. Тем не менее, это вызывает некоторые вопросы – неужели никто в Щите не задавался вопросом, куда исчез светящийся Синий Космический Куб, и какие документы нужно было заполнить Доктору Лоусон, чтобы получить доступ к Тессеракту и начать экспериментировать? – Повторяйтесь за огромный трансфер. – Как огромный? Капитан Марвел утверждает себя в качестве преемника киновселенной Марвел сразу несколькими способами. Здесь довольно неплохо прописана его связь с остальными фильмами и последующими событиями, и не противоречит им. Именно этого и старается добиться каждый бэриквел, но не каждому это удаётся. Например, теперь мы знаем, как Фьюри потерял глаз – из-за царапины кота, которому надоело это сюсюканье. Эта царапина ответила на давний вопрос киновселенной, а также помогла понять, почему Фьюри так спокойно справляется со всеми этими супергероями и пришельцами. Он потерял глаз из-за инопланетного кота, убегая от группы солдат Кри, так что он не боится всяких там норвежских богов. Мы также узнаем, что название команды – Мстители – было вдохновлено Кэрол Денверс, потому что Мститель было её позывным. Супер Пейджер Фьюри, с помощью которого он связался с Капитаном Марвел в конце Войны бесконечности, тоже получил историю происхождения. Денверс и её поиски прошлого оказали решающее воздействие и на Фьюри, и на саму киновселенную. И всё же Пейджер поднимает, по крайней мере, один важный вопрос о том, что следует считать безвыходной ситуацией. В Мстителях, например, открылся портал над Нью-Йорком, и из него полезла целая толпа пришельцев. Во втором фильме Мстители – Эра Альтрона суперзлой робот пытался захватить весь мир и даже поднял целый город в небо. Что, недостаточно безвыходно, да? Глава киновселенной Марвел Кевин Файги предложил ответ на этот вопрос на промо-компании Капитана Марвел. Слэш-филм спросили его, почему Фьюри не использовал Пейджер во время других кризисов. Файги ответил, «Откуда вы знаете, что он не писал ей? Откуда мы знаем, что он никогда не пытался? Мы не видели, чтобы он доставал Пейджер, но это не значит, что он этого не делал» В середине титров была сцена, которая дала зрителям ещё один кадр из предстоящего Финала. Дендерс прибывает в штаб-квартиру Мстителей в ответ на Пейджер Фьюри, который послал ей сигнал в конце Войны Бесконечности. Это подтверждает, что Капитан Марвел будет играть важную роль в восстановлении половины населения вселенной. Хорошо, что хотя бы её не распылило. Кроме того, мы наверняка увидим ещё больше приключений Капитана Марвел по завершении Мстителей Финал. Несмотря на то, что она не помнит большую часть своей жизни до знакомства с Кри, она не полностью воссоединилась со своей жизнью в родном мире. События Капитана Марвел происходят в 1995 году, спустя 6 лет после её похищения. Теперь прошло ещё 20 лет вне дома, но она выглядит такой же молодой благодаря сверхспособностям Крови Кри. И точно так же, как и Капитан Америка Дони Йо, Денверс окажется не в своём времени, так что нам наверняка покажут, как она изо всех сил пытается воссоединить связь после стольких лет вдали от дома. Кроме того, Моника Ромбо, дочь Марии, может сыграть свою роль в Финале, учитывая историю её персонажа в комиксах. В 1982 году она дебютировала как герой Капитан Марвел, хотя история её происхождения не имела никакого отношения к Денверс, Марвел или Кри. К событиям Финала она будет на 20 лет старше и, вероятно, будет готова присоединиться к Капитану Марвел в её новом приключении, либо тоже стать Капитаном Марвел в будущем. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про киновселенную Марвел, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok